Рассказ Виктора Голявкина «Никакой горщицы я не ел, сумку я спрятал под лестницу, а сам за угол завернул, на проспект вышел. Весна, солнышко, птички поют, неохота как-то в школу, любому ведь надоест, вот и мне надоело. Иду, витрины разглядываю, но весь голос песни пою весь. Попробуй в классе запой, сразу выгонят, а тут пой сколько твоей душе угодно. Так до конца проспекта дошел, потом обратно. Хорошо ходить? Ходи себе и ходи. Смотрю, машина стоит, шофер что-то в моторе смотрит. Я его спрашиваю, поломались? Молчит шофер. Поломались, спрашиваю, он молчит. Я постоял, постоял, говорю. Что? Поломалась машина? На этот раз он услышал. Угадал, говорит. Поломалась. Помочь хочешь? Ну, давай чинить вместе. Да я не умею. Раз не умеешь, не надо. Я уж как-нибудь сам. Что мне оставалось делать? Вздохнул и дальше пошел. Вон двое стоят. Разговаривают. Подхожу ближе. Прислушиваюсь. Один говорит. Как с патентом? Другой. Хорошо с патентом. Кто это, думаю, патент? Никогда я про него не слышал. Я думал, они про патент еще скажут. А они про патент ничего не сказали больше. Про завод стали что-то рассказывать. Один заметил меня, говорит другому. Гляди-ка. Парень как рот раскрыл. И ко мне обращаются. Что тебе? Мне ничего, отвечаю. Я просто так. Тебе нечего делать? Ага. Вот хорошо. Видишь? Вон дом кривой вижу. Пойди, подтолкни его с того боку, чтобы он ровнее был. Как это? А так. Тебе ведь нечего делать? Ты подтолкни его. И смеются оба. Я что-то ответить хотел, но не мог придумать. По дороге придумал. Вернулся к ним. Не смешно, говорю. А вы смеетесь? Они как будто не слышат. Я опять. Не смешно совсем. Что вы смеетесь? Тогда один говорит. Мы совсем не смеемся. Где ты видишь, что мы смеемся? Они и вправду уже не смеялись. Это раньше они смеялись. Значит, я опоздал немножко. О! Метла у стены стоит. И никого рядом нету. Замечательная метла. Большая. Дворник вдруг из ворот выходит. Не тронь метлу. Зачем мне метла? Мне метлы не нужно. А не нужно так и не подходи к ней. Метла для работы, а не для того, чтобы к ней подходили. Какой-то злой дворник попался. Метлы даже жалко. Эх, чем бы заняться? Домой идти еще рано. Уроки еще не кончились. Ходить по улицам скучно. Ребят никого не видно. На леса строительные залезть. Как раз рядом дом ремонтируют. Погляжу сверху на город. Вдруг слышу голос. Куда лезешь? Эй! Смотрю, нет никого. Вот это да. Никого нет, а кто-то кричит. Выше стал подниматься опять. А ну, слезь! Головой верчу во все стороны. Откуда кричат? Что такое? Слезай! Эй! Слезай! Слезай! Я чуть с лестницы не скатился. Перешел на ту сторону улицы. Наверх. На леса смотрю. Интересно, кто это кричал. Вблизи я никого не видел. А издали все увидел. Рабочие на лесах штукатурят. Красят. Сел на трамвай. До колеса доехал. Все равно идти некуда. Лучше буду кататься. Устал ходить. Второй круг на трамвае сделал. На то же самое место приехал. Еще круг проехать, что ли. Но время пока домой идти. Не время. Рановато. В окно вагона смотрю. Все спешат куда-то. Торопятся. Куда это все спешат? Непонятно. Вдруг кондукторша говорит. Плати, мальчик, снова. У меня больше денег нету. У меня только 30 копеек было. Тогда сходи, мальчик. Иди пешком. Ой, мне далеко пешком идти. А ты попусту не катайся. В школу, наверное, не пошел. Откуда вы знаете? Я все знаю. По тебе видно. А чего видно? Видно, что в школу ты не пошел. Вот что видно. Из школы ребята веселые едут. А ты как будто горщицей объелся. Никакой горщицы я не ел. Все равно сходи. Прогульщиков я не вожу бесплатно. А потом говорит. Ну уж ладно. Катайся. В другой раз не разрешу. Так и знай. Но я все равно сошел. Неудобно как-то. Место совсем незнакомое. Никогда я в этом районе не был. С одной стороны дома стоят. С другой стороны нет домов. Пять экскаваторов землю роют. Как слоны по земле шагают. Зачерпывают ковшами землю и в сторону сыплют. Вот это техника. Хорошо сидеть в будке. Куда лучше, чем в школу ходить. Сидеть себе, а он сам ходит, да еще и землю копает. Один экскаватор остановился. Экскаваторчик слез на землю и говорит мне. В ковш хочешь попасть? Я обиделся. Зачем мне в ковш? Я в кабину хочу. И тут вспомнил я про горшицу, что кондукторша мне сказала и стал улыбаться. Чтоб экскаваторчик думал, что я веселый. И совсем мне не скучно. Чтобы он не догадался, что я не был в школе. Он посмотрел на меня удивленно. Ты что? А что? Вид у тебя брат какой-то дурацкий. Я еще больше стал улыбаться. Рот чуть-чуть не до ушей растянул. А он? Что с тобой? А чего? Что ты мне рожи строишь? На экскаваторе покатаете меня? Это тебе не троллейбус. Это машина рабочая. На ней люди работают. Ясно? Я говорю, я тоже хочу на нем работать. Он говорит, эге, брат, учиться надо. Я думал, что это он про школу и опять улыбаться стал. А он рукой на меня махнул и залез в кабину. Не захотел со мной разговаривать больше. Весна, солнышко, воробьи в лужах купаются. Иду и думаю про себя. В чем дело? Почему это мне так скучно? Почему?